Детский сад номер 10 – золотая рыбка, единственный в городе, который является дошкольным образовательным учреждением коррекционного вида. Воспитанники – дети с плохой речью. Дети к нам по заключению по МПК поступают с диагнозами ОНР 1-го, 2-го уровня. Это общий недоразвитие речи. Наш детский сад направлен на то, чтобы компенсировать таких детей, научить их общаться, научить их заниматься, научить играть вместе, дружно и, конечно, подготовить к школе. Анна Белоглазова сына в школу поведет на следующий учебный год. Результатами работы педагогов довольна, как и в целом организации воспитательного процесса. Когда мы пришли в детский сад, мы разговаривать вообще не могли. То есть у нас речи вообще не было. И вот за два года у нас уже такие большие успехи. То есть сейчас у нас уже ставят столько звуки. Тут работают с детьми и педагог-логопед, и психолог работают. В общем, детский сад нам очень нравится. Детей в группах мало, поэтому каждому ребенку у нас идет подход. Мы когда приходим забирать ребенка, его отсюда не уведешь. Что в группе у них, там между собой у детей все сплочено, дети дружат. В саду работают 11 педагогов. 9 имеют высшее образование, 5 – первую квалификационную категорию. Стаж педагогического персонала исчисляется десятками лет. У Нины Владимировны Поповой за плечами их 35. Одной из технологий, которую я, как педагог, пользуюсь по развитию мелкомоторики рук – это пластилинография. Если у ребенка будет развита моторика, значит, у ребенка будет и работа речевой центр головного мозга. Наш кружок, он дал определенные результаты. Мы участвовали во всероссийском конкурсе «Талантоха», стали лауреатами. В этом году мы участвовали в конкурсе областного направления «Неопалима-Купина», где девочка из кружка нашего заняла первое место, получила диплом первой степени. «Пала, ветери, лих и буль опять на нога миновала». А это фрагмент занятия так называемой «мнемотехники», когда ребята учат стихи по картинкам. Все занятия построены в соответствии с лексическими темами, то есть каждое посвящено чему-то определенному, будь то изучению насекомых или животных. «Маленький, у меня Антошка ходит сюда уже два года, вот уже скоро выпускной, не знаем, конечно, пойдем, наверное, со слезами отсюда от воспитателей. Мы очень рады этому саду. Результаты очень большие. Мы пришли и буквы «Р» не говорили, «Ш» и «Ч» у нас проблемы были такие вот немножко. Сейчас уже все, мы практически и по уму очень развитие, очень большое дают и читать, и пишем, все. То есть к школе мы идем полностью подготовленные». С каждым ребенком проводятся индивидуальные занятия в логопедическом уголке. Коллективные проводит психолог Ирина Конькова, используя разные техники, в том числе песочную терапию. Занятия на открытом воздухе также способствуют укреплению здоровья и развитию коммуникационных навыков. Стоит отметить, что в детском саду организован и дополнительный кружок «Говорим правильно» для детей, не посещающих детский сад, но имеющих проблемы в речи. Девиз нашего детского сада – каждый ребенок звезда, помоги им зайти. Так что мы всеми силами, всем педагогическим коллективом стараемся, чтобы наши дети были каждые на своем месте звездочками. Александра Лялина, Андрей Щербаков, Область новостей.